Так, короче, ребята, появился новый плотер для плотинга, как бы так сказать, этих, как его зовут, чья плотов, и он вышел на линуксе, выпустил его Mad Max какой-то, да, короче, чувак, его протестили, всё работает, но потом другой парень, который вот этот Stotix, да, он выпустил Mad Max Fury Road, да, тот у него даже уже альфа-релиз третий, да, и, короче, вот это мы качаем, вот этот альфа, и сейчас я вам объясню, как делать плоты быстрее, проведём эксперимент, насколько быстрее делаются плоты, и так далее, и посмотрим сейчас всё это, ребята, погнали! Да, ребята, скажу сразу же, я думаю, это видео будет вам всем полезно, и перед просмотром поставим лайки, наберём 2000 лайков на этом видео, потому что это видео будет вам очень полезно, и вы на нём выиграете очень много времени, и не потратите много денег. Да, скажу сразу же, я не несу ответственности за вот этот весь релиз и так далее, да, но здесь мы не отдаём чуваку про эти, как он зовут, наши сид-фразы от нашего кошелька и так далее, да, и я думаю, это более-менее нормально, да, чем, как бы так сказать, этот, чем отдавать наши ключи пулам. Также, заходим в твитак, в твитак, зайдём к чуваку, который это всё организовал, вот, всё чью, да, и тут у него есть, как раз он пин сделал, этого чья пул, фору, пулуоперейшен не надо, вот, плоты за 24 минуты, как раз он видео сделал одного чувака, но я вам скажу, что он в этом видео парень вообще почти что ничего не объясняет, просто говорит, что вот плоты за 24 минуты делаются, так, и плюс на английском, так что я его посмотрел, чуть-чуть поразмыслил головой, нашёл то, что есть такая же штука на этот, как зовут, на винде, и всё работает, всё пашет, да, но за 24 минуты, конечно, можно сделать плоты, если у вас, например, процессор мощнее. Так, начало у нас положено в 16.52, да, и вот так я сделаю, вот так, всё, пошло-поехало, ждём сейчас, за сколько он времени он сделает, там пул паблики, фармер паблики, да, это, ну, я закрыл рукой, чтобы не шарахаться потом на монтаже, да, это всё. Объясню сейчас, как это всё делать, но сначала, посмотрим, за сколько времени он это сделает. 16.53, погнали. Так, первая фаза у нас закончилась только что, это 17.20, начали мы в 16.53, ну, 27 минут. Сейчас посмотрим, вторая фаза, что вообще он делает, и исходя из этого будем смотреть, пока что 27 минут. Насчёт процца, загружен он все 16 на 100%. Ну, я ему так сказал, чтобы полностью всё использовал бы. По раму используется у нас, так, по рамчику используется у нас 9 гигабайт, так, и харддрайв у меня, я оба харда указал там, чтобы использовалась бы, да. 744 здесь свободно, из 900, и здесь ещё что-то свободно. Чё-то он тут сканирует, непонятно. Ну, короче, посмотрим, когда он закончит, скажу я. Так, вторая фаза тоже закончилась, во времени 17.29. 62, тук, 532 секунды, и в рот-плот хэддер в из 268. Не знаю, что-то у нас ещё там идёт, потому что, как мы видим, нагрузка на проц ещё имеется. И если мы вот это, да, вот здесь, P3.1 какой-то, table пошёл, да. Здесь тоже что-то идёт. Короче, ждём дальше. Чё, он только что закончил, 17.42, вот тут паблики я убираю, и всё. Всё, он его сделал. Финал директории на диске E, number of plot one, на диске E. Говорит, что да, есть тут плот. 17.42, минус 16.53. Значит, что-то у нас выходит 40 минут на создание одного... Нет, не 40, 50 минут на создание одного плота. Я вам скажу, ребята, это круто. Сейчас сделаем второй вариант. Запустим два, и посмотрим, сколько будет он делать два плота одновременно. Погнали. 17.54, эксперимент номер два. Да, запустил уже два плота. Вот только что они запущены. Так, чтобы не было бы видно, будет ничего. Да, короче. И ждём, сколько понадобится на запуск двух плотов. Здесь сейчас используется не 16 ядер процессора, а всего лишь по 8 на каждой. Посмотрим на результат. Прошлый результат у нас был 50 минут на 16 ядрах. Сейчас посмотрим на 8 ядрах, сколько это будет. Погнали. Так, короче, что я смотрю. По первой фазе, да, занимает одно и то же. Ну, плюс-минус, да, вот видите. 579 секунд здесь заняла. Фаза 1, 6, это как называется, table, да. А так он занял 304 секунды. 304 секунды, но это 608 будет, да. На минуту быстрее это может быть просто погрешность, да. Я вам так скажу. Ну, вот в два этих слоя, ну, в два этих плота он сделал, да. А сейчас посмотрим, ещё 7-й table будет сейчас, и потом уже будет P2. Посмотрим, может быть, в P2 это будет быстрее, да, чуть-чуть что-то. Да, эксперимент проведём до конца, да, можно так сказать. И посмотрим, исходя из этого, сколько там будет разницы у этого всего. Всё, закончилось, да, сделалось у нас 19.26. Начали мы в 17.54. Наш эксперимент, значит, 19.26, минус 17.54, это будет час 28 минут. Ну, час 30, можно так сказать, полтора часа за два плота. Если один делаем мы, то у нас это занимает 50 минут, а здесь час 28. Значит, час 28, 1.28, ну, давайте, знаете, как сделаем. 88 минут разделим на два. Выходит по 44 минуты на каждый плот. В общей сложности, короче, мы сэкономим, да, по 6 минут на каждом плоту, а ну, выходит 12 минут экономия у нас полной на данный момент, если мы запустим два. Так что 12 минут тут, 12 минут там, да, и мы, короче, за сутки на два плота сделаем, даже за сутки мы сделаем на два-три плота больше, чем, например, если по одному плоти. Сейчас посмотрим на хардде, если просто это делать без SSD-шника, да, без M.2. Сколько времени это займёт? Погнали. Так, ну, что мы, короче, имеем? Здесь у нас стейбл 1, 33 секунды он занял, да. Прот как бы типа, ну, не нагружен на соточку, да, если так взять, потому что, видите, тут он вообще загружается на 1% почему-то, не ясно из-за чего, и, короче, это заливает в 9 раз дольше на харддрайвах это делать, чем, как бы его сказать, чем на SSD-шнике. Харддрайв я использую наружный вот этот, так что мы тут видим, занимает это, ну, в 9 раз меньше. Но, если даже так взять, да, 50 умножить на 9, да, и разделить на 60, за 7,5 часов у нас будет 1 плот, по сравнению с тем, что, ну, да, 7,5 часов 1 плот. Я вам еще добавлю то, что, наверное, это можно будет запустить в параллели хоть 10 штук, зависит от харддрайва, да, потому что проц вообще не используется, да, ведь 1%, 6%, это и то, что я шевелю мышкой, наверное, да, там, из-за этого идет расход такой. Так что, думаю, на HDD-шках тоже можно это сделать, я еще это протестирую и так далее, но на данный момент как-то вот так. Но на NVMe 2 очень хорошая быстрая скорость, и я думаю, это лучше, чем, например, плотить через чиевскую прогу, через плоттер и так далее. Короче, сейчас посмотрим, воспринимаются ли эти плоты чиевской прогой. Погнали. Так, ну вот сейчас я пишу маленький файлик, как это все включать и так далее. Дальше. Открыли прогу чиев, будем сейчас смотреть, видеть ли она эти плоты. Тут что у нас видно? 115 плотов, да, ребята? Окей. Дальше добавляем... Нет, не manage farming, а добавляем сюда plot directory, add plot directory, и выбираем диск какой-то... А, ну, тут же тоже видно это. Сейчас, секунду. Здесь компьютер. Вот на этом диске это у меня находится. Открываем, select plot directory, close. И здесь переходим. Да, видно, эти два плота она увидела. Значит, 117 плотов у меня стало, вместо 115. Эти два плота она видит. И это очень супер, да. Вот здесь будет... Этот файл будет у нас в Телеграме лежать, да, как это все включать и настраивать и так далее. И сейчас покажу вам по настройкам. Погнали. Так, ну что, ребята, сейчас я вам покажу, как что надо нам настроить. Давайте. Во-первых, нам надо узнать наши приватные ключи от паблики, от нашего чи, да, и так далее. Для этого мы берем что? Мы открываем cmd, да, command prompt, вы видите, да, можно сделать run as administrator, да, ребятки. Потом вот из этого файла списываем вот это, ctrl-c, ctrl-v, enter. Потом дальше берем вот это, ctrl-c, ctrl-v, enter. И вот здесь уже, видите, тут у меня чи 1.1.6 стоит. У вас будет, ну, может быть, 1.1.5 стоит, можешь 1.1.6, можешь 1.1.7, да. Вот здесь просто поменяем 1.1.6, да. Берем вот так, ctrl-c и ctrl-v и нажимаем enter. Все. Здесь у нас видны наши ключи. Вот здесь farmer public, да, вот этот мы берем, нам нужен будет. И вот pool public, нам вот это нужен будет. Вы сейчас тут видите, это заблюрено, но ничего, да. Сейчас. Переписали вот этот раз и вот эти два ключи, да. Не забудьте, перепишите. Все. Сейчас, погнали дальше. Это закрываем. Что нам надо еще сделать? Сейчас мы открываем powershell. Powershell. Да, тут надо писать только на английском. Power, я даже не знаю powershell, как будет на русском, но все-таки powershell от имени администратора. Можно вот здесь равный администратор, можно вот здесь нажать, да. Здесь нам что надо сделать? Вот здесь же открыто, нам надо вот эту штучку взять, ctrl-c, ctrl-v, enter. И здесь надо нажать y и потом нажать enter. Все, с этим закончили. Это, короче, надо отключать. А не то, если это не отключишь, то есть надо дать позволение. А если этого не сделаешь, то, короче, работать не будет. Вот такой вариант. Окей, с этим разобрались. Дальше погнали. Скачиваем эту прогу, чей я дам вам линк на этот, как-то он зовут, на, прямо на ихний гитхаб. И также выложу ее у себя в телеграме, да, там, кому интересно, может оттуда взять последнюю версию, там будет, да, телеги у меня. Так, что мы имеем дальше здесь? Будет один экзешник, да, и будет у вас вот этот файл и редми будет, да, больше у вас ничего не будет. Нам надо вот создать вот такой файл, чья плотер. Я его тоже, ребята, если хотите, выложу в телеграме. И да, давайте выложу в одним архивом в телеграме, чтобы он там бы уже валялся, чтобы вы бы не мудрили его создавать. Дальше. Нажимаем правой кнопкой, делаем ему edit. Да, я вам сразу же скажу, вот этот паблики можете даже не думать использовать, потому что я его уже поменял, да, специально для видео, чтобы вы бы поняли, что к чему. Дальше. Нам надо readme файл тут. Открываем, чтобы просто вам показать, что к чему тут и как это, что все используется, да. Вот здесь, где мы видим P, да, это будет pull key, который мы взяли из этого файла, из нашего. Мы его вписываем вот сюда, за место вот этого моего. После P, пробел и это, да. Потом делаем пробел, минус F. Писываем наш farmer public key, да, его вписали. Окей, с этим понятно, да, все разобрались. Дальше. Выбираем директорию, да. Тут у нас temporary directory первая, temporary directory вторая. Сейчас смотрите как. Он эти все плоты записывает в temporary directory первую, да. Но вторую он тоже использует, да. Это прям как в чьи плоттере. Еще, ребята, добавлю от себя то, что вот здесь можно использовать, видите, они говорят типа RAM диск можешь использовать, типа второй диск, если ты будешь использовать типа RAM диска. Но для этого вам надо минимум 110 гигабайт, ну, 115 гигабайт оперативной памяти. Даже, ну, 128, скажем, гигабайт оперативной памяти, чтобы использовать вот это по назначению. Нет, так, вписываем тот же диск, что и там. Вот и все. Можно сделать, знаете как, можно даже не разделять. Можно выбрать один тот диск, который у вас NVMe, или который вы хотите использовать, и сделать и один, и второй туда, и он будет оба туда вписывать и там же делать, да. Дальше что у нас? Вот минус R16, что у меня здесь написано. Это количество потоков, которые будет использовать PROC, да, PROC, да. Можно, у меня сейчас было вписано 16, потому что у меня PROC это позволяет, да. А все зависит от вашего PROC, сколько он потоков поддерживает, сколько вы пишете, это будет 4, 8, 6 и так далее, да. Ну, короче, одним словом вот так. Ну, здесь пробел, и 16 у меня записано, окей. Вот так. Дальше, что значит семерка? Семерка значит это 128 бакетов, да, как я понял, и они там, тут можно писать, удалить это и будет 128, да, и он пойдет по 128. Оставить семерку, и он будет только 7 бакетов использовать и так далее. Ну, короче, как я понял, это не совсем принципиально, да. Да, дальше. Вот здесь вначале у нас, что написано, вот LAE 10, да, это сколько он лупов будет делать. Если мы оставим 10, то он один раз закончит это делать, да, этот файл, потом второй сделать, третий сделать, четвертый. Можно поставить 20, 30, 40, чтобы забить этот hard, да, это уже зависит от того, сколько у вас, например, hard. Если он на 7, на 8 терабайт, вы впишите 70, 70, сколько, сейчас скажу я вам. Если на 7 терабайт, 72 плота вы впишите, и он вам сделает 72 плота на этот диск. Вот и все, да. Короче, одним словом, вот так. Дальше. Просто это сохраняем, закрываем, да, ну, сохраняем, закрываем, сохраняем, окей, ладно, закрываем. Потом мы заходим в ту директорию, где он у нас находится, да, и, а, да, самое главное, что я вам еще не это сделал. Edit, да. Вот здесь видите LCHIA2CHIAplot.exe. Это называется патч к вот этому файлу, да, CHIAplot, который запускается. Если он у вас будет на десктопе, то тут будет C, двоеточие, слэш, юзер, слэш, ваш юзер, слэш, десктоп и, там, CHIA, и потом CHIAplot.exe сделаем, да. Но можете поставить его на любой диск, на диске C держать эту директорию, чтобы этот патч был меньше. Например, у меня на диске L, да. L, двоеточие, слэш, CHIA2, слэш, CHIAplot.exe, да. И все, это директория вот к этому файлу. И потом просто нажимаем правой кнопкой и Run with PowerShell, да. Все, сейчас он у меня не запустится из-за того, что он говорит. Вот можно, знаете, как делать, Run PowerShell, нажимать Pause Break, да, и он пишет Invalid Pool K, да, потому что я их подправил так, чтобы не соответствовали с моими, да. Но в ht-случае он запустится. Если я этот файл запущу, он сейчас сразу же запустится. Сейчас следующий вариант, что нам делать, когда вот эти файлы записываются вот сюда, на M2-шку. Видите, у меня тут два плота готовых, да, здесь. И вы же понимаете, что он здесь запишется на M2, да, и все. Потом он забьется через 9 плотов, через 9 часов, скажем так, и вы не сможете их никуда уже деть, да. Для этого есть специальный скрипт, я его сейчас вам покажу, как он делает. Здесь нажимаем New, сюда вписываем вот эту команду, Wild True, Robocop EG, Slash, D, Slash и Plot Move Slip 10, да. Значит, что мы делаем, да, здесь вписываем тот диск, где у нас будут эти, как-то называют, платы находиться. Это будет E, да. Сюда впишем E. Они же у нас сейчас на диске E находятся. И я хочу, чтобы они бы копировались бы сразу же на диск L, да. Прямо на диске L, чтобы они были, потому что мне не нужны никакие фолдеры и ничего, да. И здесь сделаем L, да. И все, все разрешения, все файлы с разрешением .plot будут копироваться автоматически сразу же, да. И будет это, короче, по кругу идти, да. Сейчас делаем здесь, вот здесь так, выбираем Ctrl S, нажимаем All Files. Тут выбираем Plotter, скажем, перенос, называем перенос и точка PS1, да, все это. И нажимаем Save. Все, перенос готов у нас, закрываем это. И вот если перенос мы тоже Run with PowerShell делаем, все. Видите, он начинает копировать это все. Короче, как мы видим, один файл уже автоматом перенесся, да. Сделали здесь Refresh, здесь у нас один файл, а здесь у нас уже файлов на один стало больше. Так что вот так вот, ребята, это автоматом будет все переносить, когда это у нас будет включено. И будет он это все проверять. На этом было все, ребята. Если вам это видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Все материалы будут вот в этой группе в Телеграме, в CryptoLeo. Да, здесь вот CryptoLeo One, собачка CryptoLeo One. Ссылочка на Телеграм-группу всегда в этом, в описании, да. И здесь люди первые узнали насчет того, что здесь происходит. Так что обязательно подписывайтесь сюда тоже. Так что вот так вот. Ну, до скорых встреч, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.